Привет всем! В эфире на зеночнейше ток-шоу 3G плюс М. И с вами я, как всегда, Катя Лунгу. Помните, как спевается в самых популярных песнях? Лучшие, друзья, девушек – это бриллианты. Чи зумруды, чи самфиры, або, может, такая популярная в современном мире бижутерия. А что выбираете вы? И что модно у сезоні весна-літо? И что знали вы, что каждая прекрасная может рассказать о характере человека? Сегодня мы поговорим с нашими гостями в студии. И я уже готова их представлять. Альона Всайенко – мама магазину прекрасных аксессуаров Вау Шафа. Здравствуйте! Наш постоянный эксперт-психолог Анна Колева. Доброго дня! И, конечно, у нашей студии «Человеча думка» – это настоящий эстет всего красивого Юрій Козачинский. А еще по совместительству, он представитель ювелирного домика Заріна. Доброго дня! Ну что ж, друзья, я очень рада, что сегодня мы зібрались поговорить на такую тему. Дуже много подписчиков часто писали, говорили, что выбрали бижутерию. «Человеча прикраси», знаете, когда я готовилась до программы, прочитала одну такую речь, что все началось еще с эпохи Коко Шанель. Усі знают, да? Да? Здравствуйте! Юра, знаешь, да? Кто такая? Коко Шанель. И вона тогда говорила и рассказала, как правильно нужно носить бижутерию и ювелирный прикрас, как это объединять между собой. Но уже сгодом начинают говорить, что прикрасы, неважно, какие, это показ финансового становища человека. Как ты показываешь себя, что ты носишь, так ты себя и чувствуешь. Чи погоджуешься с такой тезой, Юр? Ну, дивися, тут не так все однозначно. По-перше, все пошлося набагато раньше еще из египетских пирамид. Эх, не так прочитала. Да, да, да. Когда пошли носить первые прикрасы, когда появилось золото, хотя, до речи, они больше любили сребло. Но все с часом меняется и на сегодняшний момент есть в этом доля правды. Так, много кто носит, кто мает большие статки, хочет показать эти статки. И, в принципе, это нормально. Ну, чому? Ни, если я, скажем, дозволю, у меня есть такие возможности, я себе могу это дозволить. Но, в принципе, для большинства женщин, неважно, какие у них статки, все-таки есть желание подкреслить свою красоту. И, ну, тут, мабуть, все-таки у нас такой момент глибоко психологичный, когда женщина, она всегда красивая, и притягивает до себя красу, и показывает эту красу в прикрасах. Анічка, что ты скажешь? Ты же психолог, Юра уже начал говорить. Юра начал говорить. Я хочу сказать, что, конечно, в подходе до прикрас очень много психологических аспектов. Починаются от характера, настроя людини, смаку, до бажания проявить себя, показать світово. Потому что біля прикрас завжди дуже багато стереотипов, забобонів було, завжди якихось моментов, які навіть з містикою повязывали. Тому прикраси – це не завжди однозначно. І я думаю, що будуть тут цікаві аспекти, ми сьогодні їх ще озвучимо. От, наприклад, в Тунисі дівчата спеціально вибирали яскраві прикраси з дорогого каміння. Це як був такий оберіг від зглазу. І був такий ритуал, потім вони ці каміння під проточною водою мили і знову одягали. Тобто, наприклад, такий нюанс, така прикраса не тільки як прикраса, а як такий внутрішній оберіг. Ой, до речі, я тут погоджуюсь з тобою, тому що буквально вчора зустрічалась з подругою. І ми щось почали, я почала говорити, що готую таку тему. І вона мені говорила, що я завжди, коли йду кудись на захід, одягаю якісь красиві із біжутерії сережки. І потім, коли приходжу з цього заходу під проточною водою, мию ці сережки, начебто вони вибирали негативну енергію. Тому той, я погоджуюсь з тобою. Ну, на це чот, я, наприклад, це я, фанат біжутерії, украшені, які почерпують моє настроєння. Ти реклама сама сняли. Але при цьому, при всьому, я ношу золотий крестик. Чому? І з золота, да, тому що крестик – це не про настроєння для мене, крестик – це про віру, це про релігію, це про щось серйозне для мене. Так як я не хочу, щоб с ним там что-то, допустим, случилось, я таким образом себе, там, да, миру, Богу, показываю свою, как бы, такое, да, принадлежність, скажем так. Вот. Що ж касається украшений, що ж касається психології той же Коко Шанель, ну, я думаю, що здесь все знают, да, її фраза о тому, що у кого там є вкус, носить біжутерію, у кого нету, носить золото. Так, я це прочитала, думаю, не буду говорити, бо образу все ще. А, кстати, нет, абсолютно нету, а чого мені обіжаться, наоборот, вже здесь же за біжутерію йде, що біжутерію у нас і украшення, яке може себе може себе позволити правильно сочетати, создати ними настроєння, не переборщити, да, не стесняться їх носити, красиво подавати, не переживати за возвіз, за статуи, то есть, например, я сейчас смотрю, що дуже багато звезд, да, носить именно біжутерію. Біжутерію – це образ, це настроєння, да, це різні такі нюанси. В золоті, да, в тому же ювелирних домах, таких, як Кортье, більше, например, современні, да, вот там Зарина представляє щас современні модели тоже. Там идет річ, там идет річ тоже сейчас о моді, но, тем не мене, ти не здаєш ними, як мені кажучи, вызов, да, ти не наденеш сережки, там, не знаю, з долларами, якого-то там суперукрашення, каліка якого-то сумасшедшого. Ну, можна купується з ювелирних прокурсів, да, малюсенький гвоздичок там какой-то, да, да, как мы знаем, который говорит о статусі, кто в этом разбирается, опять-таки, второй вопрос. І відвічиш ли ти подділку от оригінала, ну, тоже, как бы, да, якщо ми говоримо о статусі. Ну, і последний момент, который, якщо ми говоримо о статусі, да, що вот була річ о представлении бриллиантов і так далі, ну, на самом-то деле, коли в ушках маленькі, аккуратненькі гвоздіки, да, які наші дітки ще носять, коли їм прикалують ушки, кто із нас поймет, бриллиант ли це, да, обычно ми смотрим, как, по общому виду человека, якщо він нам нравится, якщо він притягательний, либо, если же мы знаем его статус априори заранее, мы подразумеваем, что, наверное, на нем какая-то очень дорогая бижутерия, да, если мы видим девочку-подростку, мы подумаем, а, ну, там, ничего особенного, а может же быть все наоборот. Мы же не ходим сценником, ну, как бы. Алена, да. До речи, у каждого, что хотела сказать про ювелирные дома, у каждого ювелирного дома є философия. И, зазвичай, это философия какая-то. И, если люди выбирают, наверное, прикрасу из какого-то ювелирного дома, то, значит, они разделяют эту философию, им хочется ее нести, им хочется быть, скажем так, причемным до цего процесса. И они выбирают саме эту фирму, так, они постійно про это говорят. Так правильно сказала Альона, что они, кто в цей теме, они понимают, почему это так, а не так, и почему они выбирают именно певну, скажем так, представника этих ювелирных прикрас? Ну, а с приводу того, что цивника нет, что цивника нет, и, если это, скажем, гарный, штучный камень, он иногда очень похож на диамант. Если мы возьмем диамант, то в том и то есть право. А те, кто разбирается, те, кто носит диаманты, ну, побачить, да, разница. Юр, дивись, когда, например, на пальчику у девчинки будет диамант, я не понимаю, что это диамант, пока она мне про это не скажет, ой, ты знаешь, мне подарили диамант, и оно коштует очень-очень дорого. Я вернусь до твоего стартового вопроса, когда ты говоришь про дейстатки, которые могут позволить дейсно дорогие вироби. Так, я же говорю, что дейсно треба, иногда, специалисты, которые могут развернуть. Но в целом, ну, загальний вигляд виробу, ну, говорить про те, что, ну, навіть близ камня, я не говорю, что там его нужно подносить под светлым, чтобы дейсно там побачить, вот, например, для диаманта, очень важно, что это очень-очень дорогое освещение. То есть при Тускуме оно уже, наверное, совсем-очень дорогое. Но, в принципе, загальний вид виробу говорит про его ціну. А ты за ювелирные вироби или за бижутерию? Ага, я таки, скажемо, така людина, яка вважає, что, ну, есть разные вещи, есть разные задачи. Что мы ставим собі за цель и что нам требует? Так, до речи, да, если, например, момент какой-то важный, там, например, зарученный, день народжения, какие-то подарки, то, конечно, прийнято так даровать какие-то коштовые подарки. Если нам нужен какой-то хайп, если нам нужен каждый день, если нам нужно создать какой-то образ, да, такой яскравый, если мы хотим быстро изменяться, много всяких нюансов, проявлять в себе так то минимализм, то какие-то великые сережки, то, конечно, мы возвращаемся к бижутерии, и это нормально, потому что та количество образов, которая есть у девочек сучасных, она не встигает, скажем так, дополнивать их лишь ювелирными моментами. Я хочу сказать еще, что, извините, что прививаю, касаемо подарков. Если ты получаешь подарок от мужчины, мне кажется, каждая девочка хотела бы увидеть какую-то красивую коробочку, да, там что-то такое красивое, дело в подаче. И мы, никто не ожидает увидеть подарок от любимого человека бижутерию, ну, скорее всего. Или же, если это и бижутерия, то какого-то очень классного, стильного, крутого, да, там, дома типа Шанель Дзор, у них же ведь тоже есть, да, бижутерия, не только же там все. А вовер и Версаче. Да, сто процентов. Почему? Потому что там идет, да, ну, мы как бы этим показываем свое отношение, вот тоже. Ценность момента. Ценность этого момента, ценность отношения к человеку. Вот, да, я согласна, что такие бижутерии покупают девочки себе с вами. Слушай, ну, у меня тут есть такое запытание, на вище ты почала займаться себе бижутерией, якщо, вот я зараз чую по твоим розмовам, ой, ну круто, якщо тебе дарую тебе. Конечно же, но так как я сама девочка, я изначально, не знаю, может быть, там кто-то это помнит, нет, но с помощью бижутерии мы можем создавать образ. Я привожу в пример обычное черное платье. Вообще бижутерия – аксессуары, да, у меня не только бижутерия, у меня еще аксессуары, оботочки, резиночки, разные другие аспекты, которые помогают женщине подчеркнуть свое настроение, подчеркнуть то, куда она сегодня идет, подчеркнуть, дополнить образ, да, это фотосессия, это свадьба, это там какое-то другое мероприятие. Мы смотрели в детстве клипы, фильмы, где была Дженнифер Лопе с огромными сережками, кольцами, да, и таким образом мне хотелось быть ближе к ним. Вот я смотрела на их французский маникюр, на их там красивые фигуры, на их красивое украшение, на их макияж, и мне кажется, что с помощью украшения как бы это одно из средств, один из способов показать, что вот я тоже так умею, это вот мой стиль и мое проявление. Вот поэтому у меня украшение – это моя любовь с детства. Ну, слухай, а тебе… Не буду я как-то неприемно чути від твоих покупців, наприклад, что там я купила сережки, я купила в тебе намисто, два рази его надела, и все, ну, стирается. Смотри, есть у любого, да? Або аллергия. Да, разные аспекти есть абсолютно, я не буду этого отрицать. Конечно же, бижутерия может почернеть, но, во-первых, есть правила по уходу, по правилам по хранению, даже после прикосновения с кожей, с телом. У меня тоже бывает такое, что что-то может случиться не так, но перед этим я, как правило, эти украшения ношу сама. И ношу я их месяцами, да? То есть я ношу их, я понимаю, что с ними может произойти. А у меня крайне редко, я работаю уже полтора года, да, крайне редко, буквально у меня один раз была ситуация, когда человек сказал, что у него что-то почернело, но оговорюсь, что было серебряное напыление, ну, как бы в описании было серебряное напыление, которое просто стерлось со временем. Прошел уже год на тот момент, ну, там, около 9 месяцев. Ну, ты же разумеешь, что прикрас из ястребного напыления не будет коштувати 100 гривен, 120 гривен. В том-то и вещь, а мои украшения стоили именно по такой цене. Я не оправдываю, да, цену там, качеством или чем-то еще. Я всего лишь говорю о том, что за такую цену можно купить себе такие там, они стоят как суши. У меня средний ценник это 200 гривен. Мне кажется, можно себе каждую неделю покупать вообще спокойно, вообще не парясь. Даже если что-то где-то будет не так, ну, я думаю, что это не такой вопрос. А можно купить один раз? Это не про меня лично, поэтому я не знаю таких моментов. Мне скучно носить одно и то же, если я же говорю, это не касается статуса, то есть моего кольца, что я замужем, да, золото, и моя вера – это крестик. Вот здесь я соглашусь, все остальное – это просто не нужно. Ну и люди, которые купуют бижутерию, они не ставят такие большие требования к ней, потому что они понимают, на веще это, для чего им это нужно, какой образ они будут позиционировать целью прекрасную. И это нормально, я думаю, что навряд ли кто-то засмутится, хіба что засмутится, потому что эта прекрасная, она уже дуже-дуже прикипела до души. Тимуля, ты не сможешь с помощью одного и того же украшения создать много разных образов. Ну, то есть ты не сможешь, у тебя есть одни серожечки, допустим, и ты носишь их везде и всегда, на свадьбу, на праздник, не знаю, там, на свидание, просто дома, на классную фотосессию, на работу, и ты везде в одних и тех же серожках. Ну, как минимум, мы женщины, да, мы хотим то постричь волосы, то выровнять, то накрутить, но нам нужны какие-то перемены. Помимо прочего, как я чувствую, да, что это все-таки помогает разнообразиться. Ну, да, вот даже тот же мужчина, я думаю, ему будет приятнее видеть свою женщину в чем-то новом. И это касается не только одежды, там, да, прически или чего-то еще, но украшения – это вот то, что дополнит и подчеркнут. И, кстати, немаловажный момент, что когда даже мы там остаемся без всего украшения, то, что на нас как раз-таки остается. Ну, как бы, тоже такой момент, поэтому... Так, 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 добре, дякую, Альонечка. Что ты скажешь на це, Юрка? Да, мне папа хочется. С чем самим? Ну, дивися, ну, правильно, ну, это абсолютно, мы говорим про разные цели, про разные задачи. Для чего я, что для чего я купляю? Потому что, правильно, если мы начнем с того моменту, что человек дарует подарунок, ну, правда, если я до тебя принесу и подарую, навіть сребло, да, якийсь сребрный подарунок и бижутерию, ну, это по-різному сприймается. Тому, если человек выражает свои почутки до женщины, звичайно, он дарует что-то более дороге, даже если он не разбирается. А бижутерия, да, это то, что, как правило, купит сама соби женщина, або может подруга подарить. И это то, что изменит. А ювелирные вироби, ну, в основном, если мы будем говорить про бренды, которые я представляю, да, это, скажем, больше витворение мастерства. Они покликаны для того, чтобы показать что-то реально ценностинное, что-то вартисное. То есть, вот, Аня говорила про ценностей, которые каждый бренд соби несет. То есть, если наш бренд хочет подкреслить красу жінки, да, ее уникальность, универсальность, то, соответственно, он разработает такой продукт. Да, он будет больше вартисным, хотя и в заре не есть товары, которые стоят 300 грн. Серьезно? Да, есть сережки, которые стоят 300 грн. Акційные, но есть. Ах, ты с этого начинал акции. Да. Дружина твоя носит бижутерию, или в ней все от Заряни? Это провокационное вопрос. Конечно, все от Заряни. Ну, на самом деле так. Она так же носит бижутерию, потому что, когда она иду, припустимо, десь на зустріч выбегает на зустріч швидко с девчатами и попитит каву, и не обязательно вдягать Заряни, особенно все, что в ней есть. А, тут в ней много все. Ну, я так же знаю, что у Юрия есть дочки, правильно? И Елена тоже покупала девочкам подарки, у нее бижутерию. Ну, как бы деткам, да, элементарно тоже. Ну, 100-200 грн. Не так жалко, если золотые сережки, которые потеряются. Да, особенно, что мы говорим за маленьких девчат, то, ну, разумило, что, если мы купим дороговарчесный подарок, то, ну, они же діти еще, понимаете? Тут Юра заговорил про дружин. Вы знаете, что в арабских странах женщины все в прикрасах, так? И весь час все, что им даруют мужчины, они все на себе носят. Потому что по этой традиции, если человек надумает женщину выгнать из дома, то она входит в том, в чем она есть. Мой сладко мне выброшу. А, так вот, почему я все на себе ношу? Да, так вот, почему я так знала. Потому что, бачите, в разных странах до прикрас по-разному относятся. И чиновиков, на дружине которого сколько прикрас, в него уже и рука не поднимается, мабуть, таку женщину выглядеть. Тому тут очень много психологических моментов. Они любят только дорогие, дорогие ценные прикрасы. Друзья, наша постоянная кулинарная рубрика от Галины Артеменко в ее блозе «Жизнь вкусная». Давайте приготовим что-то смачное. Дивимось. Квитаевский яблочный пирог это невероятно вкусный. И так как отличных яблок сейчас очень много, я решила приготовить вариацию этого знаменитого пирога без сахара. Будет вкусно, не переключайтесь, вы на канале «Жизнь вкусная». Кроме того, что в пироге не будет сахара, я также готовлю его без пшеничной муки. Вместо нее я использую кокосовую муку. Не стружку, а именно муку. Это очень важно. Если вы еще не знакомы с этой мукой, я советую вам ее попробовать. Она очень необычная, а также она подходит тем, кто не употребляет глютен. Если же момент муки для вас не принципиален, используйте простую пшеничную муку, просто увеличьте ее количество в два раза. Тесто для моего цветаевского яблочного пирога без сахара я приготовлю из кокосовой муки. У меня здесь 80 грамм. Также 80 грамм пастообразного такого вот брикетного творога 5%. 2 столовые ложки растительного масла, пол чайной ложки разрыхлителя. Молока добавлю столько, сколько тесто возьмет. Для начинки я беру 2 сладких яблока, 150 граммов сметаны, также 1 столовая ложка рисовой муки либо кукурузного крахмала и 1 яйцо. Приготовлю тесто при помощи кухонного комбайна. Сюда отправляю сухие ингредиенты, кокосовую муку, а также разрыхлитель. Сразу же добавляю творог. Сразу же я также вливаю растительное масло. Сейчас я измельчу все до однородности, а потом постепенно буду вливать молоко, пока тесто не будет нужной консистенции. Посмотрите, каким получилось тесто до того, как я начала вводить в него молоко. Посмотрите, как выглядит тесто. Оно собралось, вобрало в себя около стакана молока. Оно мягкое и податливое, немножечко даже напоминает рубленое тесто. Распределяю тесто по форме диаметром 18-20 сантиметров и формирую небольшие бортики. Приготовлю заливку. Для этого в сметану добавляю рисовую муку и яйцо. В классическом рецепте сюда еще также добавляется сахар. Но так как яблоки, фрукты очень сладкие, то его можно и не добавлять. Просто перемешиваю все до однородности. Приступаю к очистке и к нарезке яблок. Это я делаю в самую последнюю очередь, чтобы яблоки просто не потемнели к моменту, когда я буду выкладывать их в форму из теста. Разрежу яблоки на четыре части, а затем нарежу пластиной. Вот такие ломтики у меня получились. Сейчас я буду выкладывать их в форму. Распределяю яблочные кусочки по форме. Я не делаю этого каким-то особенным образом, чтобы не тратить много времени. Главное, чтобы просто все кусочки лежали горизонтально, для того, чтобы получился равномерный пласт. Отдавайте предпочтение яблокам сладких сортов, а также очень ароматных. Тогда ваш пирог получится максимально вкусным. Распределяю сметанную заливку. И сметанная заливка сама уходит в отверстие, в которое она может проникнуть. Выпекать этот пирог я буду при температуре 180 градусов около часа. И буду посматривать на него, когда он зарумянится, он готов. Пирог готов, поэтому я спешу насладиться им, пока он еще тепленький. И хочу напомнить, что ваши лайки дают мне понять, что видео вам понравилось. А также подписывайтесь на мой канал, чтобы вам и дальше было вкусно. С вами была Галина Артеменко. А яка середня вартість прикрас? Ну, снова же таки, давай не будем говорить про середнюю, потому что я это назвал, да, минимальный, скажем, ну, это акційная пропозиция. Давай минимально, тысяча гривен, две, три, пять. Ну, мы можем, если, ну, если, ну, это акційная пропозиция, это минимальная цена, воно есть. Найдорожчі есть, три миллиона гривен, есть вироби, ювелирные вироби, это там, яйца ФБРЖ, да, которые стоят таки грошей. Не говори зараз так. У меня просто, знаешь, з практикой програм на ціни дуже якась алергія починається. Так, то, ну, зазор величезный, зазор величезный. На будь-який смак. Так, на будь-який смак і, в принципе, на будь-який гаманець. Але, знову ж таки, ну, це ювелирний вироби, все на мюджетеріа. А що найчастіше купують? Ну, срібло, ну, срібло все-таки більш ходове, ну, з одного боку, это ценовая политика, но, с другой стороны, не знаю, крайним временем, такой, скажем, больше тренд на сребло. Не могу сейчас поревновать, что там золото меньше купили, но сребло стали намного чаще покупать. А если, например, у человека начинается от твоих прикрас аллергия? Как переверить, что у человека аллергия? Я лично с таким не сталкивалась, но я все же думаю, что человек, который уже какое-то время прожил, он знает о себе этот факт, что у него есть аллергическая реакция. Во-вторых, все-таки сейчас большинство материалов отойдет гипоаллергенный сплав. Это во-вторых. А в-третьих, у нас есть правило носки бижутерии. Если мы золото можем надеть и не снимать, спать, в нем купаться, плавать в бассейне, загорать, делать все, что нам угодно, заниматься спортом, то бижутерии так не получится, потому что ее можно дернуть, зацепить, украшения большие, во-первых. Во-вторых, они от контакта с водой, с теплом, они, ну, портятся. А в-третьих, что касается аллергии, ну, вы знаете, на дорогие духи тоже может быть аллергия. Ну, как бы это ничего для меня лично не гарантирует и ничего не говорит ни плохого, ни хорошего. И на золото может быть аллергия у человека. Здесь для меня посыл другой. Ты о себе этот факт, если ты его о себе знаешь, я никого ведь не заставляю покупать. Люди покупают, у меня есть прям фанаты украшений, у которых целая коллекция уже больше, чем у меня. Ребенку, когда мы прикалываем ушки, прикалывают медицинское золото, не надевают даже настоящее золото. И уже потом, да, когда там дочки мои, допустим, три годика, сережки наносят из серебра. Тем не менее, я не надеваю ей бижутерию, понятно, потому что я не хочу их снимать, надевать, снимать, надевать, она ходит в садик на танцы и так далее. Ну, как бы вот. Поэтому есть место серебра, есть место бижутерии, а аллергия это уже, ну, вопрос, как бы у нас на все может быть аллергия. Ну, как бы. Друзья, пока мы говорим про прикрас, я хочу вас познайомить с талановитою та чудовою девчиной, яка робить хендмейт прикраси, и это очень недорого. Давайте подивимось. Друзья, привет всем. Я готова представить вам майстриню хендмейту Ольга Фоміна. Олечка, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Сьогодні мы будем показывать вам ось таку красу, яку мы уже приготовили, розклали для того, чтобы показать вам, как можно створить своими ручками, и Олечка, это все делайте, ось таку красу. Взагалі, сколько часу идти на такие прикрасы? Значит, если только начать работать, только учиться, то, естественно, приспосабливаться к этому долго, и на одно колье будет уходить неделя, может быть, дней десять, в зависимости тоже от сложности работы. Когда уже ты научился, и уже считаешь себя все-таки в этом мастером, то можно создавать колье за два дня свободно. Уже мы будем работать брошь? Да, сегодня мы будем создавать брошь в технике сутажной вышивки. Для этого нам понадобятся инструменты. это ножницы, круглогубцы, затем гвоздики с наконечниками. Используем либо нить в цвет сутажного шнура, и... Это шнур, да? Да, это вот сам сутажный шнур. Он отличается по качеству. Либо используем самую тонкую леску, кусочек фетра, иголочки, булавочки, булавки для создания узора, бисер, бусины разных, разных размеров. Начинаем мы с того, что мы формируем цветовой ряд из сутажного шнура. Угу. Значит, ну то есть, смотрим, какой цвет за каким у нас будет идти, и накалываем мы это все на иголочку. А вот взагалі, пока ты показываешь нам працюешь, что ты убираешь? Ты убираешь бижутерию носить, или ювелирные прикрасы? Ты сегодня в своем бренде, да? И обруч, в тебе и сережки. Я, что касается, наверное, это зависит от сезона. Если это праздники, да, это скорее всего я буду в своих украшениях. Если это теплый период времени, то есть, я тоже буду носить свои украшения. Если это зима, и все-таки там под шубами, то я уже, естественно, не ношу их. Когда их видно, когда можно их показать, если это теплый сезон, то да, я с удовольствием ношу бижутерию. Я скажу вам, что это действительно такой виклик общества, потому что, например, одягти, не знаю, эти сережки, которые мне очень нравятся, они шкиренные, да? Да. Они шкиренные, смотрите, как это хорошо. И дальше начинаем прошивать его, и сейчас. Мы взяли стрички и начинаем их прошивать. Да, прошиваем их в середине. Так, друзья, подивите, Олечка уже шила правильно, да? Шутенько. теперь у нас выходит такая висенька, майже, как на 8 березня. Что нам дальше нужно спрятать и с помощью зажигалки запаять вот эти все кончики, загладить их и продолжать формировать уже из хрустальных бусинок, вот так вот вылаживать, формировать дальше нашу брошь. Ну, начнем мы с того, что сначала мы будем запаять вот эту вот часть. Для этого нам нужны ножницы. Мы как можно ближе к самой бусине отрезаем это все и прижигаем и они как плавятся. Ну, я вам скажу, что ось такие легкие прикрасы можно сделать самому вдома. Если мы говорим, ну вот я дивлюсь на такие красивые, масивные прикрасы, я бы такого точно не сделала. И, ну, собевартность, например, там, 350 гривен, там, есть комплекты за тысячу, есть за 500, за 550. То есть выбор сделать вам. Вот эту вот часть мы запаяли, это мы будем запаять потом, когда мы уже пришьем, еще дополнительно у нас формируется в нашей цветовой палитре добавилось еще два оттеночка дополнительных. Сейчас мы пришиваем и пришиваем вот, вот так вот будем по кругу пришивать бусины в центре. Вот еще одна часть, мы будем формировать веер с натуральными бусинами и бисером. гвоздик нам нужен, на который мы надеваем бусину из кошачьего глаза и... А, это прям бусинка из камня, да? Из натурального камня, да. Круто. И вот это, это тоже бусина из натурального камня, это гематит, а вот это кошачий глаз. Значит, и теперь мы будем формировать вот такой вот веер. Вот таким вот способом будем проталкивать этот гвоздик. А вы сама придумываете, ось, я буду выглядать кожну прекрасно. Да, я сама придумываю, вот почему мне нравится создавать украшение, мне нравится именно придумывать украшение, какое оно будет. Просто слезать у кого-то, за кем-то повторять, мне не интересно. Так. Ну вот, мы завершили нашу деталь. Майже завершили, я так понимаю, что это еще не закончена работа. Да, 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 она уже почти закончена. Нам осталось оформить заднюю часть. Ой, смотрите, как прикольно, мне это, знаете, она нагадывает кокошник Оли Поляковой. Она так уж такая ходит с таким. Ой, ну воно прикольно. Наверное, да, наверное. А я себе почему-то думала так павлинчик. Перо павлинчика такое. Ну, если, возможно, зараз доробим. Где взять вот такие хвости? Я завжди дивлюсь, я даже тут на сережках типа такого. на сережках есть очень модные вот такие штучки сейчас. Так, их можно купить в магазинах фурнитуры, швейной фурнитуры. А, они готовы, уже продаются. все. Да, но они продаются стандартного, стандартного размера. Давайте, нам осталось пришить кисть. И оформите заднюю часть. Это тоже. Ну, как для брощи, да? Да, 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 да. Так, а что это? А это кусочек, кусочек фетра. Ага, ось он, да? Мы вырезали, да, по, по, по нашей форме. Брощи. Я не буду пояснивать, потому что все знают, как по форме все вырезать, чтобы было. Да, и просто вот так вот мы потом проклеим. Это уже готовая брощь. Круто! Да. Вот такая вот она получилась у нас. Вау! Это очень вкусно. Мне нравится, как стилистично подходит каждый кабинет. И, кстати, подходит сейчас тебе под твой лук. Круто, смотрите, какая красота. Катюша, это тебе подарок. Дякую, дякую великое. Залишаю вам логотип Олечки. Олечки, звертайтесь, шукайте ее в Инстаграме, дивите ее работы. Вот. А ми повертаємось у студию. Анечка, скажи, будь ласка, тепер переходимо до тієї теми, що дуже мене цікавий, чесно кажучи. Як можна зрозуміти, яка дівчина за характером, за її прикрасами? Ну, скажем так, можливо не зовсім за характером, але можливо зрозуміти стан цієї дівчини на той момент, коли ви бачите її в прикрасах. Так, це вже цікаво. Це перше. Це, наприклад, при першому знайомстві, якщо ви не знаєте людину. Звичайно, варто звернути увагу на, з першу чергу, якої якості ці прикраси. Так, звичайно. Але, знову ж таки, ми вже сьогодні поговорили, і, я думаю, ці стереотипи розвили, тому що і багаті, і бідні, однаково носять багато біжутерії. На сьогоднішній момент це тренд, і ми не можемо від цього відступати. Але, знову ж таки, масивні прикраси зазвичай носять ті люди, які хочуть в першу чергу привернути до себе увагу. Ань, давай краще на приклад. Давай. У нас є, ми підготували прикраси і ювелірні, і біжутерію. От із цього всього я трошечки підодвиню, щоб було видно. Так, отже, дивись, мені подобається, я дуже люблю такі прикраси, такі довгі, масивні такі прикраси. Мені подобається це, і мені подобається ось така каблучка. Ну, давайте, в першу чергу, звернемо увагу на колір, дорогі глядачі. Це світлий колір, тому можна констатувати, що зараз Катерина така натхненна, вже, так сказати, повернула очі на весну, тобто вже такий в неї весняний настрій. Ну, посукнішся одразу. Прикраси масивні, тобто такі прикраси обере людина, яка хоче привернути увагу. Це перший пункт, і саме головне, такі прикраси обере людина, яка не боїться цієї уваги. Тобто це не те, що бажання привернути увагу, щоб на мене звернули увагу, а так сказати, нести свою красу, свою жіночність в світ, скажімо так, гармонізувати світ, і тим самим показувати, який він може бути різноманітний і гарний. Тому Катруся, тебе на такі прикраси сьогодні і п'яне. Добре. А зараз от сьогодні я одягнула маленькі, але яскраві прикраси. Що можеш сказати? Ну, по-перше, ти готувалася до програми, я думаю, в цьому моменті ти, щоб відповідати момент. Я і у житті наношу ці прикраси, мені просто подобаються. Так, це такий вишуканий мінімалізм, який підкреслює і колір твоїх очей, і додає якоїсь родзинки, що знову ж таки говорить нам про те, що увага до цих прикрас все одно буде привернена, хоч вони і маленькі, але вони яскравого кольору, тому їх неможливо не помітити на тобі. Анечка, а що можеш сказати про прикраси Альони? Ну, по-перше, Олена вже багато про що в себе розповіла, чому вона саме таке обирає. Олена, в першу чергу, це обличчя свого бренду, тому, звичайно, це дуже класно, коли людина, яка щось продає пропагандує, вона й сама на одній хвилі зі своїми покупцями, і я думаю, що саме це забезпечує їй успіх. О, як круто, так ідеш по місту, тебе зустрічаєш, так, 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 Ольга, що у тебе новенька, ну покажи, будь ласка, давай, знімай, я купую. На самом діля реклама так і робота. І коли Олена записує свою історію, видно, з якими вона, скажімо, захватом говорить про те, що вона продає. І це класно, тому що це така от любов, це таке бажання дійсно допомогти іншим відчути цю красу на собі, і це класно. Так, Ален, а що б ти обрала із того, що ти приготувала? Ну, смотри, якщо ми йдемо на яке-то мероприятие, допустим, да, ми йдемо, я йду в какую-то крутую тусовку, там, де буде дуже багато різних, там, респектабельних, нових для мене мадам. Ален, зараз ми говоримо просто обрати. Я б, вполне возможно, обратила внимание на украшення. Ось і? Нет, на сережки. На сережки, да. Потому що, именно, вони такі очень лаконічні і актуальні по чорне платья, например. Скільки приблизно вони коштують? Близько двох тисяч гривень. Угу. Ну, в принципі. Ань, що скажеш про вибір Альони? Класний вибір, підчеркують елегантність і такий, скажімо, яскравий мінімалізм, але ці сережки, вони виклик, виклик особливо до чорної суклі. Іногда чогось такого хочеться, да. Ну, і з чорним чокером, мені кажуть, було б вообще замечательно. То случай, коли можна сочетати біжутерію, сукрошеннями. Я вибачаю, а це можна поєднати між собою? Там, якщо там чорні камушки, то да. Якщо там, ні, ні, в сережках. Фіолетові. Якщо вони фіолетові, то… Фіолетового кольору. Тут треба вже обігрувати з платьем. Я все, звичайно, підстраиваю одно под другое. Нам може здаватися одне, а коли ми одягаємо, це по-іншому. Тому дуже часто, і це правильно, всі сережки перед тим, як купувати, необхідно їх приміряти. Ну, в любом случае, можна сочетати і украшення ювелірне, і біжутерію, і нічого этого не мається. Так, це ми зрозуміли. І давайте останній. Якщо обирають, наприклад, от така мінімалістичну обручку, скільки вона коштує? 25 тисяч. 25 тисяч гривень. А що тут за кабінет? Це діамант. Це діамант. Ну, от я не зрозуміла б ніколи, що це діамант. З білим золотом. Угу. Ну, красиво, красиво, так. Нужно оставлять. І, наприклад, якщо ось такі маленькі сережки мінімалістичні, що можна сказати про цю людину? Чому? Ми зараз говоримо не про цінову політику, що вона коштує 25 тисяч. А про те, що тут мінімалістичні. Дуже так, щоб, звісно, в дискусії заповно. Сережки, вони тут в стилі Шанель. І теж чоловік, опять таки, не факт, що хтось щось відлічит. Ілі поймає, що це бріліант, а це біжутер. Ілі наоборот. Може наоборот, сережки стоять 15 мільйонів, а колечка – поділка. Ну, ніхто об цьому буде знати. Ну, серйозно. Анечка, скажи, давай останню тезу. Якщо в рай є дівчина або чоловік, отакий мінімалістичний комплект. Чому? Це може бути багато факторів. Наприклад, такий настрій. Можливо, у людини такі цінності. Дуже багато дівчат зараз, скажімо так, роблять ню манікюр, такі якісь зовсім неяскраві прикраси. Це, знову таки, одне із направлень тренду і таке позиціонування такої більш природності. Але за цією природністю, наприклад, стоїть те, що ця каблучка стоїть дуже великі ціни і це теж нормально. І, знову ж таки, дивлячись від того контексту, де ця дівчина буде, скажімо так, в цій каблучці носити. Ну і я, як приклад, ще показую, що це біжутерія, правильно, Альонечка? Але вона схожа на золото. Мені прислала дівчатка, що в магазині золото точно такий варіант, тільки він стоїть 8 тисяч. Ну, у мене воно там стоїть порядка 200 гривень, звісно ж, понятно, що... 199, якщо мати точно. Так, різні ціни, різні матеріали, але візуально, я думаю... Я так розумію, що тут ми показали і ти виставила все те, що зараз найпопулярніше. Так, в актуальному сейчас абсолютно разные варианты, як сказала вже Анна. Зависит от настроенья, от мотивации человека. Але, якщо говорити прямо о прямых трендах, то часто разнообразні, які-то почему-то детські моменти, типо бабочек, каких-то таких... Возвращається все к чому-то очень милому, я не знаю, і в макияжі, і в аксесуарах тоже, поэтому це браслетики, це бабочки, це чокери, це всякі разнообразні приятні мелочушки, які не каждая жінчина взрослая себе позволить надеть. Але, якщо ми говоримо про молодежь, про Надю, Дорофеєву, про всі, хто носить такі класні вкуршення, це іменно щось дуже яркі невидимки, яркі сережки, яркі резиночки. Юречка, погоджуй, що от тебе зараз там модне в зеліні? Ану кажуть. Так, є, скажімо, ще й сезонні тенденції, крім того, реально, коли йде весна, зараз йде тренд, значить, там є такі там з всякими квіточками, більш яскраві кольори, особливо, якщо ми говоримо про прикраси з фіанітами, які зелені, яскраві якісь кольори, вони зараз досить таки йдуть хорошо саме на весну. Але це сезонний момент, він абсолютно природний. У мене вже є така звичка питати у чоловіка і дати останню настанову для жінок, що купуйте, будьте гарними, там, не знаю, прикрашайте себе, будьте жіночними. Що ти скажеш нашим дівчатам-телеглядачкам? Так, я хочу сказати, щоб наші телеглядачки обов'язково самі собі дозволяли купувати як біжутерію, так і юрійні вироби. І, звичайно, навіть вимагали це від своїх чоловіків, якісні і гарні подарунки. Дякую. Я дякую вам за те, що ви завітали. Трошечки поділилися секретом, як обрати, що модно, що в тренді. І я погоджуюсь з нашими гостями. І що обирати, біжутерію чи ювелірні прикраси, це залежить тільки від вас. А навчитися, як правильно, цими прикрасами себе підкреслити, підкреслити свою жіночність, інтелегентність або гідність, це можна просто завжди навчитися. Я бажаю вам, щоб ви собі купували найчастіше якісь красиві прикраси. І щоб у вас був настрій, обов'язково дивіться на ютуб-каналі нашу програму. Посилання зараз ви бачите на своєму екрані. І найголовніше посміхайтеся. А з вами було «Жіночий ток-шоу» 3G+. І я, Катя Лунгол, на все добре. Бувайте!